второй комментарий опять юзер е ага смотрите если первый был юзер xz2 а это юзер l8 никто но я думаю что это как раз идет серий спрашивает ну ладно что сегодня идут 35 сутки голодания вчера вечером пришлось делать три клизмы подряд потому что в кишечнике постоянно сохраняется ощущение того что он стремится выбрать наружу чё то но у него это не получается по-прежнему выходит много слизи и начали выходить крупные каловые камни мы думаем мы думаем что вот проголодали вот 30 с лишним суток и все тут у нас очистилась и так далее оказывается не совсем так если у нас вот выходит слизь вот это вот слизь которая имеется у нас допустим где-то восходящих отделах толстого кишечника она имеется то в ней находятся и каловые камни и они плохо плохо отходят по потому что слизь их держит и вот наконец таки только создались условия для того чтобы чтобы все это выброситься выбросилась вот по прежнему выходит много слизи и начали выходить крупные каловые камни то есть опять таки мы думаем что у нас там все там чисто все там нормально на самом деле далеко от чистоты неизвестно насколько поражен наш желудочно-кишечный тракт разного рода паразитами ослезнен и так далее и поэтому и поэтому вот так вот у получается у каждого человека свое голодание и стремится выбросить на у него не получается организм должен накопить силы для того чтобы выбросить из себя ненужное лишнее вредное болезнетворное для этого нужны силы и когда сил не хватает он как лежит там так она и лежит дальше сегодня с утра поехал на работу но пришлось вернуться домой и сделать две клизмы так как ощущение комфортно сохранялось стремление кишечника опорожниться но безуспешно это не обязательно клизмы они только только толстый кишечник где-то там промывают это неизвестно заходит ли они в это самое вышележащие отделы или же нет и поэтому мы думаем что там вы мы вот здесь надо грубо говоря потерпеть набраться воли сил и подождать когда организм не сделает вот эту очистительную работу на голоде он делает как практически сам но для этого опять таки у голодающего человека должно быть достаточно сил для этого чтобы он мог вынести и голод и сделать оздоровительную работу сделал клизмы 2 но ощущение не полностью опорожненного кишечника сохраняется то и естественно если это если на это находится вообще может быть в тонком кишечнике сейчас мы посмотрим сижу не знаю что делать а вот для того чтобы знать что делать надо вообще-то было изучить свой организм и не бросаться на вот так вот голодание когда не знаешь а что там с тобой будет то ли помрешь то ли не выживешь то ли еще что-то такое а подготовиться но к сожалению никто этим не занимается думаю сейчас я с наскоку а с наскоку так попробую походить подумай может выйдет вода лишняя после клизмы надо к часу попасть на вождение вот голодание если вы собираетесь делать длительное голодание значит вы должны посвятить ему все время а если вы занимаетесь другими вещами то так вчера сложилось сложил в кучу разбросанный кирпич по огороду так попробовал его перевести топору а там ямки неровности на так далее силы потихоньку хоть естественно силы будут уходить организм тратит свои силы на то чтобы выделить из себя разного рода дермицо шлаки паразитов и так далее дальше что он пишет вонь внутри стоит сильная вот как раз вот это вот и пошло то есть надо вот это обезвредить вот это что-то разлагает что что-то выходит из-за этого и вонь идет насколько человек набрался шлаком что от него воняет причем очень сильно воняет да что ты летаешь мух да и снаружи это чувствуется но естественно сегодня вернуться домой а там моей комнате окошко открыто для проветривания жена открыла мы думаем что как-то так на самом деле длительные сроки голодания это совершенно иное там начинаются такие процессы разложение всего лишнего и вредного и это надо как-то вывести и уже там особо выделительная система не справляется начинается все это выходить через дыхание через кожу отсюда и идет разного рода дурные запахи так вчера вечером после кирпича прилег и полтора часа беспокойно подремал давно такого не было почувствовал себя лучше порешал билеты по вождению нашел на крылечке нож трамоль трамонтина и час его точил но хоть чем-то заняться в общем занимаюсь себя как могу вроде состояние становится лучше буду собираться на работу а кирпичом займусь после по весне вы люди не отдают себе отчет если вы затеяли длительное голодание это серьезнейшее дело для вашего здоровья и этому надо посвятить все свое время что это все прошло а тут еще на работу а тут еще кирпичом и так далее так далее пишет листы точно есть так как ночью течет слюна и загулку рта а это косвенный признак паразитов значит смотрите а напомню что есть затвердение вокруг пупка а вокруг пупка как раз у нас как бы сказать это место положение листу аскорит и вот вы как раз говорили что там живот побалит и так далее так далее не получая питания не начинают уже сосать вас из-за этого возникают боли в кишечнике да и так будут возникать боли если имеются листы то есть тут важно понимать если листу имеется они практически у каждого что там человека есть задача паразита жить так чтобы хозяин этого не ощущал и тогда нормально и паразит живет и хозяину там нормально но когда их становится слишком большое количество вот тогда они и начинают грубо говоря разрушать организм хозяина вызывать различные боли и так далее вот это затвердение вокруг пупка вот когда она вот как раз организм создал условия он создает условия в течение голода за счет вот этого там 35 сутки так далее определенные условия когда листы дохнут но пока они не сдохли вот они знаете кучкуется там пытается как-то там выжить вот как раз вместе своего бывает прикрепление и концентрация это вокруг пупка боли и там концентрация и как только вот это все знаете отомрет и листы не перестанут цепляться потому что они не хотят же выходить вот это организм все это выбросить и вот это да попрошу все это заснять что из вас выбросите мне прислать так сколько я попил антибиотиков и противопаразитарных травок и получается не вывел их а знаете почему ну антибиотики там ясно антибиотики только уничтожают бактериальную флору и при этом развивается грибковая составляющая которая как раз и способствует тому что возникает вот вы если вы видели грибки как они у них вот такие вот слизистые тела слизистые тела вот это вот слизь это вот разрушающаяся грибница выходит из вашего желудочно-кишечного тракта так вот еще а паразиты паразиты в этой слезе они могут и слизи выйти допустим и там поели они тоже значит покушали что вы там сели а потом вы начинаете противопаразитарные травки применять они туда слизь нырнули а эти все травки эти все лекарства они в слизь не входят они мимо проскочили все и они опять как ни в чем не бывало вылезли и продолжает свою работу а может и закаменела дерьмо там скопила скалы к меду да все скопилось видите все скопилось и оказывается 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 что вот на этих сроках только начали создаваться серьезные условия по очищению организма от паразитов которые вызывают все вот эти недомогание так далее так далее так далее так далее все это вот обилие всего чтобы вы понимали и читайте мои книги смотрите мои видосы я все это сделать для вас я особо знаете вот в таком уже возрасте и в таком как бы сказать умственном состоянии что мне это не интересно уже я это прошел я это для себя освоил все и мне это важно было я не занимаюсь не лечением не это как некоторые там а я это что-то вылечу сейчас я тут открою клинику и начну там делать это мне неинтересно мне интересно совершенно другое есть особый день и в году наступает темноту новым годом он зовется и для всех людей дается шелестят конфет-отверки там мандарин стоит и наряженная елка огоньками нас манит и 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 Вступает Новый, Новый год Он врачу нам несет Он по таргерам займет Радостью любовь ждет Это Новый, Новый год Снова детство к нам вернулось Волшебство мы жадо ждем И почоканье покалом Хоть и счастье в каждый дом Веселись, веселись, веселись Наступает Новый, Новый год Врачу нам несет Он по таргерам займет Радостью любовь ждет Это Новый, Новый год Так, испи, дружок сыр внешний Наливай бакал с карди Загадай свое желание И под звонку ром-пупи Играет музыка Играет музыка Играет музыка Врачу нам несет Таргерам займет Радостью любовь ждет Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Продолжение следует...